Песков тут заявил о том, что все министры из бывшего Медведевского правительства трудоустроены, и вот я даже не знаю, как на это реагировать, но я рад. Наверное, не меньше, чем 140 миллионов россиян, которых, безусловно, данный вопрос тоже интересовал, иначе зачем бы нам об этом рассказывали в прайм-тайм на канале Россия-1, хотите честно? Вот прям представляю себе счастливые лица тех 5 миллионов безработных, перед глазами стоят почти 20 миллионов так называемых самозанятых людей, которые вынуждены их выживать, попутно придумывая как, потому что нафиг никому не нужны, но я уверен. Каждый из них очень сильно переживал на протяжении последних недель, а как там Скворцов, а как там Топилен, а Васильева или Мутко, у них все хорошо, они хотя бы нашли куда приткнуться. Блин, я уже не могу иной раз подобный бред комментировать. Ощущение такое, что сотрудники Песковского ведомства, а вместе с ним и все пропагандисты, умом тронулись, обалдели просто, отказываясь понимать очевидные вещи. Треть трудоспособного населения страны перебивается непостоянными заработками. Люди уже живут в долг, а вы им по ящику. Рассказывайте о том, как трудоустроили чинуш, которых они ненавидят. Тех, кто довел народ до такого бедственного положения, эти красавцы теперь продолжат ничего не делать, получая огромные зарплаты. Дальше висеть камнем на шее у всей страны. Ну что может быть приятнее, чему слышать подобную новость? Начинаем! Результаты интересного опроса попались на глаза. Российские женщины назвали Владимира Путина самым красивым мужчиной страны. Опрос проводили аналитики некоего крупного российского центра по поиску высокооплачиваемой работы. Название центра нигде не фигурирует. Почему-то данные таковы. 18% у великого кормчего. На втором месте по популярности оказался актер Александр Петров. У него 4% симпатий наших соотечественниц. Третье поделили глава Митлавров и еще один артист Данила Козловский. Вам тоже смешно? Вот и я каждый раз задаюсь вопросом, где? Где ребятишки опрашивают этих респондентов? Где они вообще находят своих интервьюируемых? И вы знаете, я нашел ответ. Барабанная дробь. Вероятнее всего именно в этой организации. Ну в данном-то случае точно. А вы здесь экстремисты, сепаратисты. Вы предатели. И вам за это платья. Я, дорога, мандюга. Дорога под вам всех. Вы, кстати, прежненим. Ответьте на это. Еще одни из учателей мнений порадовали самые смешные российские статистики. В ЦИОМ свежий выпуск программы в гостях у сказки. Господа опубликовали и знаете что? Оказывается, 90% наших соотечественников поддерживают идею внесения поправок в Конституцию. Ну то, что главный предложил сделать в середине января. Причем очень забавную ситуацию мне довелось наблюдать в этот раз лично. Пока я писал сценарий, эта цифра менялась несколько раз. Сперва пропагандисты написали про 80% российских граждан, одобряющих это дело, но уже через час. Цифра 80 изменилась и на 90%. В итоге лжецы решили вообще остановиться на 91%. Короче, господа, зря мы тут поклеп наводим на честных людей от власти. Зря пытаемся сопротивляться переменам, которых ждет вся страна. На самом-то деле и пропагандисты это знают точно. 9 человек из 10, видите как, хотели бы, чтобы у них на лбу или там на плече выжгли клеймо холоп. Чтобы чиновники окончательно перестали считаться с мнением челяди. И вообще хорошо было бы, если б крепостное право взад вернули. Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Это реальная журналистика. Стою на асфальте, а в лыжи обутые. Толь лыжи не едут, толь шапочку не по размеру купил. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. С другой стороны, я, например, не понимаю тогда, раз в стране наблюдается столь высокий процент из желающих изменить уже конституцию к ядрене фене. Ну, в циом не может врать. Че бы вам, господа, референдумы не провести. И 91% граждан РФ за, как вы утверждаете. Да при таких раскладах даже Памфилову с ее наперсточниками к процессу подключать не придется. Абсолютно открытый референдум устроите. И все, вы на коне. А пятая колонна позатыкает рты раз и навсегда. Вот только ребята почему-то этого не делают. А все что-то краят, химичат, схемы какие-то хитрые придумают. Слушайте, до меня дошло. Нам опять урут? Может, сказочники из вциома просто запятую забыли поставить в правильном месте. Там не 91% должен быть, а 9,1%. Это, к слову, больше похоже на правду. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Не врать. Вообще, весь этот процесс с внесением поправок как-то удивительно выглядит. Две недели некая рабочая группа, состоящая бог знает из кого, крутит, мутит, баламутит. Происходящее там тайно за семью печатями. Формируются какие-то непонятные пакеты, причем по совершенно идиотскому принципу. А давайте сложим. В эту авоську огурцы, гречку и колеса велосипедные. Поступают какие-то предложения еще более нелепые. Давайте прорисуем в конституции должность верховного правителя России. Объяснить что-либо общественности более-менее внятным языком никто не в состоянии. Но помните фееричное выступление спикера Госдумы Володина, который на простой вопрос корреспондента Би-Би-Си. О каком народном голосовании вы свистите, если поправки планируются принять парламентом? И президент тому моменту все подпишет? Что Володин понес? Да какую-то пургу бессмысленную. Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежные средства массовой информации, вот такую форму, которую мы для себя избираем, сложную, но при этом демократичную, когда в обсуждении всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональные парламенты, но в конечном счете все это будет решаться гражданам нашей страны. И для своих стран брали и реализовывали. Потому что вы президентов избираете, там две сотни конгрессменов решают судьбу мира, вот, а потом мы все заложники становимся таких решений, когда сотрясают всех, и потом вы начинаете продвигать свои экономические интересы. Попы еще дальше пошли, а давайте предложили пропишем в Конституции имя Бога. Какого Бога стесняюсь спросить? Христианского? А с мусульманами коих полстраны вы как договариваться собираетесь? Или хотите нас с этими людьми лбами столкнуть? Войну развязать внутреннюю на религиозной почве? И так ведь уже переврали всю веру отдельные бесы в рясах. Родителям служи, Бога бойтесь, царя чтите. Царя пока нет, есть Владимир Владимирович достойный наших молитв. Это фрагмент эфира телеканала «Спас», входящего в общероссийский мультиплекс. А теперь просто задумайтесь, что несет тот священник. Заповеди Моисея вычитали, господа верующие. Не сотвори себе кумир, а в данном случае мы что видим? Чушь какую-то. Потому что нет у нас никакого царя-помазанника, президент есть. Избирается из числа обычных граждан, обычных, повторюсь. Я могу быть президентом. Любой из вас, если соблюдет все нюансы законодательства, но это не значит, что мы станем царями, все остальное от лукавого. А вообще, что хочется сказать в конце. То, как сегодня планируют поступить с Конституцией страны, на мой взгляд, совершенно незаконно. Там четко прописано, что этот закон и сам конституционный строй может изменить только народ и только на референдуме, никто больше. Особенно, когда идут разговоры об изменениях государственного устройства, а ведь и перераспределение полномочий между ветвями власти. И введение каких-то новых должностей, а-ля верховный правитель, это не что иное, как попытка изменить конституционный строй. И когда это делается втихаря, это называется преступлением против государства. А те, кто на такую решаются, государственные преступники. Во всяком случае, так получается. Вы подумайте об этом. Все. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я засим. Спешу откланяться пока. Пока.